Трасса 6.20 утра Трагедия произошла 2 февраля этого года. Виновник найден, но дело тянется до сих пор. Наша съемочная группа побывала на месте аварии. Предположительное место удара произошло вот в этом месте, на дороге. Дальше отсюда начиналась осыпь. И вдоль трассы она на протяжении 30-40 метров. Эта осыпь находилась. Здесь лежал телефон. Вот в этом месте. Не за линией, а вот на кромке асфальта. Лежал телефон, лежал кроссовок. Лежало, значит, оторванное зеркало правое от автомобиля ВАЗ-2115. Дальше стоял под крыло защита. Сам он находился, значит, вот в этом месте. Вот в этом месте. Вот на этом пригорке. Вот на этом пригорке. Левого кроссовка на нем не было. Нога одна была, это значит, без носка. Вторая нога была в носке, правая. Но кроссовка не было. Потом на второй день, в воскресенье, кроссовок нашли за 35 метров в поле. Машину и водителя удалось опознать по боковому зеркалу, которое оторвалось во время столкновения. За рулем автомобиля был 71-летний житель села Николина Балка. Это подтвердили результаты проведенных экспертиз. У родственников погибшего были сомнения, что именно он был за рулем. Ведь пожилой, опытный и мудрый человек никогда бы так не поступил. Не бросил бы человека умирать на обочине. Но, оказывается, бывает и такое. Водитель попытался скрыть следы аварии. Машину обнаружили на одной из станций ТО, где ее планировали отремонтировать. На допросе в полиции водитель утверждал, что ехал с допустимой скоростью 80-90 км в час. Его ослепила встречная машина, и он думал, что наехал на камень. Хотя подчеркнем, что в момент аварии машина прилично пострадала. Оторвалось правое зеркало, подкрылок, куски бампера и разбилось боковое стекло. Вот сейчас мы едем со скоростью 80 км в час. На данном участке дороги, где произошло ДТП, сами видите, что скорость позволяет даже на определенном расстоянии маневрировать, объехать. При такой скорости от удара, если будем так говорить, человек далеко не может отлететь. Максимум 8-10 метров – это максимум. Руслан же отлетел примерно на 20 метров от места столкновения. Во время удара на телефоне включился диктофон. На записи слышно, как машины проезжают мимо, но никто не останавливается. Только через час возле Руслана притормозил хлебовоз. Водитель вышел из машины и вызвал скорую помощь. На записи слышно, как он говорит, что молодой человек еще живой. Вот она запись, сделанная 2 февраля 2019 года, продолжительностью 1 час 27 минут 53 секунды. Эта запись была сделана, грубо говоря, посмертно. Это вот остановился. Будет слышно, как скорая приедет. Через несколько минут приехала полиция, а через полчаса Руслана уже везли в больницу на скорой помощи. Медицинская помощь была оказана парню лишь спустя полтора часа после аварии. Если бы водитель не оставил парня с тяжелыми травмами на произвол судьбы и вовремя вызвал скорую помощь, возможно, Руслан был бы сейчас жив. Телефонный звонок диспетчеру скорой медицинской помощи поступил 2 февраля 2019 года в 7 часов 31 минуту. В течение одной минуты данный звонок был переадресован бригаде скорой медицинской помощи. И через 21 минуту бригада была на месте дорожно-транспортного происшествия. На месте дорожно-транспортного происшествия пациенту была оказана первая помощь в полном объеме, в жизнеспасающем мероприятии. Пациент был иммобилизован. Транспортная иммобилизация была произведена. И через 5 минут он был доставлен в стационар Грачевской районной больницы, минуя приемный покой, ввиду тяжественное состояние, сразу в реанимационное отделение, где были продолжены реанимационные мероприятия. И через час 47 минут пациент был констатирован на смерть. Руслан скончался примерно в 10-30 утра того же дня. Как он оказался на дороге в субботу ранним утром, родственникам удалось узнать не сразу. Вечером в пятницу Руслан пошел с друзьями посидеть в гараже, который он купил сам для себя и занимался там ремонтом. Парень увлекался машинами. У него самого был автомобиль и водительский стаж. По словам друзей Руслана, они немного выпили и после 4 утра Руслан начал звонить своей девушке. Она не брала трубку. Тогда он решил с утра поехать к ней в Ставрополь. Но сама девушка даже не предполагала, что парень может так неожиданно к ней сорваться. Ведь до этого они не общались примерно неделю. Как объяснила сама Ксения, они с Русланом поссорились. Около пяти часов компания выдвинулась из гаража в сторону дома одного из друзей. Но Руслан сказал, что поймает попутку и поедет в Ставрополь. Как только друг парня пришел домой, он сразу начал звонить ему. Но уже не дозвонился. Абонент временно недоступен. По словам родственников, на следующий день после аварии, жена предполагаемого виновника пришла в дом бабушки Руслана и стала предлагать деньги. Мы поехали в Ставрополь, а сюда приехала его супруга, которая якобы была с ним рядом, находилась в тот момент. Она тут пыталась дать деньги моей матери, то есть Русика, бабушке, чтобы, типа, это вам на похороны. Мы думали, что мы наехали на камень, либо сбили собаку. Ну, представьте такую вещь сказать просто людям, которые вот так понесли такую потерю. И причем они скрылись с места преступления. Следствие идет уже более восьми месяцев. По словам семьи погибшего, с самого начала расследование идет очень медленно. Пришлось даже обращаться в местную прокуратуру. Ну, изначально следствие затянулось, можно говорить, уже восемь месяцев. Но изначально, даже как первопричина, это признание нас потерпевшими. Вот по закону там в течение двух-трех дней должны были признать нас потерпевшими. Нас же признали потерпевшими 21.02.2019 года. Сводилось к тому, что нет у них, типа, следователей или не могли кому-то доверить это следствие. Вот у нас там выехали следователи, у нас украли корову. Нам надо некого поставить, чтобы вот вашим делом занимались. Также, по словам родственников погибшего, следствие начало выдвигать необоснованные обвинения в адрес Руслана. Откуда-то появилась информация, что парень был в неадекватном состоянии, шел по проезжей части и кидался камнями в машины. Хотя откуда могли всплыть эти факты, если официально следствие не предоставило сведения о свидетелях? Верить тому, что он там шатался, ходил, кидал камнями, ну это абсурд. И говорит, мы нашли у него в куртке камни. Но вы представьте, после такого удара тапок, который не нашли следователи и не привязали к местности в тросологии, он лежал 30 метров от дороги в поле. По словам родственников и друзей, Руслан был порядочным человеком. В этом году он должен был закончить географический факультет СКФУ. В его зачетке только хорошие и отличные оценки. Парень интересовался машинами и спортом, а также активно участвовал в жизни университета. Мы связались с его девушкой Ксенией. Вот каким ей запомнился Руслан. Он всегда справедливый. Всегда. Всегда он никогда не оставался равнодушным, если кому нужна какая-либо помощь. Вот даже там будет бабуля сидеть, деньги просить, он скажет, бабуль, пойдем, я тебе куплю, что тебе нужно. Всегда добрый, всегда помогал. Он за свою семью просто, и у него прям руки тряслись. Он всегда помогал дедушке, всегда помогал дяде, всегда помогал по дому. Вот лучше вы отдохните, я все сделаю. С чего бы Руслану идти по проезжей части и кидаться камнями в машины. То, что Руслан шел именно по дороге, тоже утверждать нельзя. И на это есть несколько причин. Мое личное мнение, что человек, который управлял транспортным средством, возможно, отвлекся от управления транспортного средства. И немного зацепил обочину, где находился именно пострадавший, который шел, я не думаю, что он шел по проезжей части. Потому что если бы он шел по проезжей части, то, соответственно, сам факт наезда на пешехода был бы произведен не углом автомобиля, а был бы произведен посередине. Не хватает информации, исходных данных. Поэтому эксперты говорят о том, что пешеход, он, именно если касаться нашей ситуации, то пешеход, он мог находиться как на проезжей части, так и за пределами ее. Потому что точно утверждать, потому что наличия следов торможения автомобиля нет, а раз их нет, соответственно, водитель ехал на полном ходу, значит, он лишний раз не убеждает, что он все-таки отвлекся от управления. Сам водитель никак не контактировал с семьей пострадавшего до недавнего момента. Впервые они встретились на следственном эксперименте 22 октября. По словам потерпевшей стороны, водитель даже не чувствует вины. По его поведению было видно, что раскаиваться он не собирается. Данное следственное действие было проведено. Я считаю, что оно проведено объективно, но в какой-то мере человек, который управлял транспортным средством, именно в день ДТП, он сказал о том, что, когда ему представил следователь присесть в данный автомобиль, он пояснил, что не видно. Хотя два понятых, которые независимы от исхода дела, они заметили человека на расстоянии 78 метров. Хотя водитель наотрез говорит, что он его не видит. Мы поговорили и с понятыми. Они подтвердили, что силуэт виднелся на приличном расстоянии. Но водитель утверждал, что он его не видит. Он говорил, что не видно ему. Меня спросили, я сказал, что не видно. То есть еще один человек сзади сидел, тоже понятой был. Он говорит, что тоже видно, хорошо было человека, то есть прям видно же его. Он сказал, что не видно. Я так и сказал. Я расписался, когда там в отделе, я тоже сказал так, как есть. Следственный эксперимент был проведен спустя 8 месяцев после ДТП. По данным следствия, это связано с тем, что ждали результаты экспертиз. Однако семья пострадавшего уверена, что следствие затягивается необоснованно. Мне кажется, что эксперимент можно было провести гораздо раньше, потому что ничего не препятствовало. У нас погодные условия в момент ДТП отражены какие. Сухая проживая часть, темное время суток, тумана, дождя никакого не было. Соответственно, эти дни у нас происходили, ну не знаю, можно было гораздо раньше провести данный следственный эксперимент. Понятное дело, после запроса в метеостанции, путем после приобщения заключения экспертиз судебно-медицинских и других иных экспертиз судебных. То есть, конечно, но я не думаю, что экспертиза последняя пришла в октябре месяце. Я думаю, они пришли все гораздо раньше, потому что если бы они пришли сейчас, то мы бы сейчас с ними ознакомились, а мы с ними ознакомились еще летом. Подробно рассказать о том, в чем заключается сложность расследования, нам могли бы только следователи отдела полиции Грачевского района. Однако с ними пообщаться не удалось. Общую информацию о расследовании нам предоставили в Главном управлении МВД по Ставропольскому краю. По факту ДТП в отделе МВД России по Грачевскому району возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проведен комплекс следственных и процессуальных действий, ряд судебных экспертиз. Сложность расследования данного уголовного дела обусловлена тем, что ДТП произошло в темное время суток на автодороге вне населенного пункта и в отсутствие свидетелей. В связи с этим в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся дополнительные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование до сих пор продолжается, но вопросов к следствию меньше не становится. Например, будет ли виновник наказан, и почему потерпевшим приходится стимулировать работу полиции? А органы, которые должны защищать и охранять наши права, просто заставляют человека защищаться и что-то им доказывать. Вот почему в таких моментах, когда лишают жизни человека и оставляют в опасности человека, бросают умирать, остаются люди безнаказанными, а за незначительное нарушение даже тех же самых правил дорожного движения, просто за наезд на стоп-линию уже штрафуют. Он должен понести наказание. Это наказание могло бы быть смягчено тем обстоятельствами, если бы он оказал, не скрылся с места происшествия, оказал первую помощь, вызвал скорую помощь, вызвал ГАИ, и рассказал все как было, совсем другое отношение к человеку было. Да, со всяким случается. Но так как он поступил, он бросил, уехал, скрылся, машину решили быстренько восстановить. От такой ситуации никто из нас не застрахован. Ведь все мы каждый день переходим дорогу и находимся рядом с оживленным движением транспорта. Однако и защитить нас от подобной несправедливости некому. Как показывает опыт семьи Москвитиных, правоохранительные органы относятся к таким ситуациям весьма формально. Складывается ощущение, что расследование тянется только потому, что до него просто нет никому дела. А тем временем водитель, который насмерть сбил человека и трусливо сбежал, находится на свободе, ездит по дорогам нашего региона и пытается убедить всех в том, что он не виноват. Если водителя, который сбил Руслана Межаева, все-таки признают виновным, Согласно части 3 статьи 264 Уголовного кодекса, ему предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Будет ли он раскаиваться в содеянном – большой вопрос. Ведь человек до сих пор не осознал, что по его вине умер молодой парень, у которого была семья, друзья и вся жизнь впереди. Дарья Семеренко, Павел Селиверстов, АТВ Ставрополь.